Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире телекомпания «Город» программа подробностей. Для того, чтобы красота спасла мир, ее необходимо отыскать и правильно использовать. Буквально на днях в Рязани появится театр моды. О том, что это за проект и как для него будут отбираться модели, сегодня говорим с Олегом Звезденковым. Расскажите немножко о себе. Что вы за человек, как вы появились в Рязани? У вас очень много интересных проектов уже было. Я родился в этом городе, это мой родной город. Но свою сознательную всю жизнь я жил в Питере. Это мой любимый город. После этого захотел попробовать себя в городе Сочи. В конкретном проекте? Да, конечно, Олимпийские игры – это весьма такой интересный проект. И у меня получилось поработать в американской компании. Это был колоссальный для меня опыт. Я для себя открыл ту планку, которая хочется мне соответствовать все время. Непосредственно мой сейчас проект, который я открываю в городе Рязани, надеюсь, что я получится соответствовать именно этому уровню. Вещь неординарная, отношения к ней разные. Девочки хотят, их мальчики не очень. Вот как оно есть на самом деле? Какие-то подводные камни существуют? Как это будет выглядеть у нас в городе? И о кастинге, конечно. Ну, без подводных камней, конечно же, не обходится, наверное, ни в одной деятельности. Начну по порядку. С кастинга. Кастинг будет проходить в ТРЦ «Премьер» в ресторане «Москва» в воскресенье 25 января. Что это будет такое? Это какое-то дефиле нужны? Платье, купальники, что-то еще? Это собеседование? Как это будет? Были вопросы про купальники, причем от таких девочек юных меня это очень сильно удивило. Нет, купальников, конечно, не будет. Кастинг будет проходить с 12 до 3. В это время у нас будут проходить открытые уроки по визажу, по парикмахерскому искусству и по дефиле. Для участия в дефиле желательно взять с собой туфли на каблуках, но, опять же, не обязательно. Любая удобная одежда и желание просто провести этот день хорошо, с хорошим настроением. Девочки какого возраста могут претендовать на звание «красавец»? Название «красавец» девочки могут с 5 лет до 25 лет. У нас будут разные группы, соответственно, разные программы прописаны под каждую группу. И чем они будут заниматься? Что-то рекламировать, представлять кого-то? Как это все будет происходить для фотосессии? Вот хочется понять просто, куда и для чего. Что это даст? Это даст заработок, карьеру, что-то еще? На самом деле, каждый человек, который придет к нам в школу моделей, он найдет для себя свое. Кто-то придет и получит просто хорошее времяпрепровождение, новых друзей, новые знакомства. Естественно, полезную и важную для себя информацию на будущее. Каждая девушка заинтересована в том, чтобы выглядеть красиво. Но на сегодняшний день просто выглядеть красиво – это мало. Необходимо уметь себя правильно преподносить. Все это наша программа «Девушки. Наст». А те девушки и юноши, кто придут с целью именно работать, у них эта возможность тоже будет непосредственно по работе. Я сотрудничаю с питерской компанией. Эта команда организует мероприятия. Не корпоративы, а именно они работают на Олимпийских играх. Они заинтересованы в новых лицах, в новых людях. Которые будут представлять что? Которые будут работать непосредственно на открытии каких-либо мероприятий. Евровидение, конкурсы всевозможные. То есть высокого уровня. Но опять же повторюсь, что для этого важно. Интеллектуальная составляющая должна быть обязательно. Мало иметь пышную грудь или что у вас там принято, нужно еще и обладать неплохими знаниями. Совершенно верно, конечно. И эти знания надо постоянно развивать. То есть у нас большой акцент делается непосредственно на этикет. Для средних групп и старших групп будет введена дисциплина как деловое общение. Знание языков. Приветствуется. И, конечно, в дальнейшем непосредственно основной состав нашей команды будут посещать курсы английских языков. А что сейчас вообще есть красота? Мне кажется, что в моде какие-то нестандартные подходы. Люди с нестандартной внешностью, с какой-то изюминкой. Есть какие-то габариты, стандарты, под которые нужно подстраиваться? Или вот есть изюминка, значит есть шанс? Я уверен, что у каждого человека есть своя изюминка. Просто ее надо найти. Главное не превратить это в компот, понимаете? Абсолютно верно. Опять же, я смотрю тенденции современного мира. Тут какие-то правила новые. И смотрю на детей, как они проводят свое время. Сидят в телефонах, планшетах, компьютерах. Им это интересно. И более того, родители это устраивают. А для меня это непонятно, как это так. Я заинтересован в том, чтобы дети развивались. Развивались в своей возрастной группе. Непосредственно под... Но дефиле, это может быть не совсем даже детское увлечение. То есть, деток будут правильно учить ходить, говорить, двигаться. То есть, мы из совсем маленьких принцесс сделаем вот таких вот королев, недоступных. И бог знает, что получится. Цель-то какая основная? Научить, обучить, вытянуть в свет. Вы же не просто так выбрали Рязань? Не просто я выбрал Рязань, но дело в том, что Рязань – мой родной город. И я его полюбил, именно живя в других городах. Оценил его по достоинству. Девушки красивые? Конечно. Конечно. Какая моя цель – сделать так, чтобы человек полюбил себя. Потому что, если ты не любишь себя, почему тебя должны любить окружающие, собственно говоря? Чтобы человек, девушка, парень, когда говорил что-либо, он сам в это верил. Верил в свои слова, верил в свои силы и так далее, и тому подобное. Допустим, мы прошли все ваши пункты от дефиле до собеседования. Как скоро можно ожидать какого-то контракта и серьезной работы? Дальше проходит обучение. Начиная со второго месяца обучения, по накоплению необходимого опыта, уже человек может спокойно работать как с нашими партнерами, так и непосредственно на моих проектах, которые в ближайшее время будут в городе Рязани проходить. Где и кто будет обучать? Обучать будут специалисты. Рязанские? Да. Если, например, это визаж парикмахерского искусства, это специалисты салонов красоты. Если это фотопозирование, это непосредственно фотографы в своих студиях. То есть непосредственно они теорию сразу отрабатывают на практике. Как долго будет длиться такое обучение? Четыре месяца. Непосредственно выпускной экзамен. Но выпускной экзамен он больше, наверное, для себя будет проходить. Готовы ли морально? Ну, в том числе и это, конечно. Готовы ли морально. И показать свой результат. Показать, говорю, в первую очередь для себя. Чего они достигли за эти четыре месяца, чего они научились. Мы ведем речь о маленьких девочках и юных девушках, которым нужно учиться, приводить себя в порядок, кому тоже думать о семейной жизни. Моя программа и моя школа, она даст каждому свое. Любая девушка заинтересована в том, чтобы выглядеть превосходно, обращать на себя внимание. И она это получит. Те, кто непосредственно хочет работать в этой сфере, он тоже это получит. И опять же, я говорю сейчас, что я набираю в свою школу не только девушек 90-60-90 ростом от метра 80 или метра 70. Нет, если я вижу, что девушка хочет, ей это нужно, она непосредственно пройдет этот кастинг. Сказать нет, я просто не позволю самому себе. Почему мы должны доверять вам? Вот вы достаточно молодой человек. Понятно, что активный, целеустремленный. Но одно дело прийти к человеку, к чему уже знают все. И второе дело вот просто к некой молодой группе. Понятно, что ребята специалисты в своих областях. Но тем не менее, почему мы должны довериться, потратить какое-то время? Ну, во-первых, а почему нет? Это во-первых. А во-вторых, опять же, вот мой знакомый, очень близкий мой знакомый, Вячеслав Михайлович Зайцев, он тоже начинал с чего-то. И когда-то ему поверили, и они не пожалели. То же самое и здесь. Человек приходит, тратит, как вы сказали правильно, свое время, но он за это получает результат. А уже понравится он ему или нет. Я предложу все свои усилия со своей командой, чтобы он порадовался своим результатом. А расскажите немножечко о команде. Действительно, может быть, кого-то мы уже знаем, мы можем полагаться на них? Вряд ли вы их знаете. Это тоже молодая команда, и я непосредственно набираю молодую команду для себя. Те специалисты, кто уже работает в серии 20, 15, 10 лет, у них уже есть свое понятие, и его очень трудно поменять. А все-таки я в силу своего возраста вижу немножко другими глазами эту сферу сейчас, хотя я работаю с 15 лет в этой сфере. То есть у меня уже есть понимание, как это должно быть. Откройте небольшой секрет, что ждет в 2015 году. У вас все равно проекты какие-то уже есть. Либо на бумаге, в голове понятно, может быть, уже что-то близко к реализации. Нет, я, пожалуй, оставлю это в тайне, потому что у меня есть проекты сейчас в Сочи, которые сейчас уже реализуются, съемки в рекламах. У нас в Сочи очень развита хорошо детская именно школа. У нас очень много приходит маленьких ребят в возрасте 8-9, даже 6-7 лет. Родители приводят или сами хотят? И то, и другое. Вот родители для чего это делают? Как бы кто-то в музыкальную школу ведет, кто-то на бокс, кто-то на танцы. Почему модельная школа? Что им в этом нравится? Что им это нравится? Ну, во-первых, дети... Учатся общаться, вести себя? Общаться, вести себя. Становятся каким-то стрессоустойчивым, потому что выйти ребенку на подиум, когда смотрят столько людей, взрослых, это не так просто. Работать с детьми вообще сложно? Она сложная, но она очень приятная. От детей, заряжающихся очень положительными эмоциями, и поработав утром с детьми, весь день ходишь с улыбкой, и никто не понимает, что случилось. На самом деле все просто. А дети, кстати, понимают, что происходит? Почему везде софиты? Почему много людей? Почему аплодисменты? Да, понимают. Им это нравится. Ну, в заключении пару слов о красоте, о том, что бы вы хотели сказать молодым юношам и девушкам, которых заинтересуют вот эти 10 минут. Что бы я хотел сказать? Да, хотел бы, наверное, пригласить. Сказать можно многое. Лучше, чтобы они это увидели вживую. У них будет такая возможность 25 числа в воскресенье в торце «Премьер» ресторан «Москва». Спасибо за эту встречу. Это была программа подробностей. Если вы что-то пропустили, смотрите на нашем сайте город62.тв. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова